На днях на окраине Екатеринбурга рулевой недорогого Порша сбил пешехода, сломав ему руку. А потом неожиданно сам превратился в пешехода, потому что буржуинскую тачку у него отобрали. Причем не по понятиям, а по букве закона. Нет, закон о конфискации авто, которое попробовало вкус человечей крови, пока еще не приняли. 61-летний мужчина на своих двоих шагал. Немарк просто шел вдоль восьмого километра московского тракта. В ту же сторону, что и 36-летний водитель с 6-летним стажем ехал за рулем Порша Каена. И при обгоне молодой старого цепанул. Водитель автомобиля Порша Каен допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении при наличии тротуара с левой стороны. В результате дорожного транспортного происшествия пострадал 61-летний мужчина с открытым переломом плеча был доставлен в лечебное учреждение. А когда молодого доставили без переломов в гор ГАИ, ему объявили, что лишают его не прав, а возможности вождения и забирают его Порш. Значит, я заместитель командира полка. У вас не отдача на очень большая сумма по штрафам. Сами сейчас судебные выставки поработают еще. И машинку надо будет еще нашему инспектору показать специалисту по вину. Вашу вину еще раз нагрел. В заполнение документов. Сейчас ваша машина будет листована. Я поставила на стоянку дополненной оплаты долга. Оказалось, что из 92-х выписанных ему штрафов он почти половину, а точнее 44 из них, до сих пор не оплатил. А это статья. Хоть и административная, зато 20.25. Вызванные на этот вопиющий случай судебные приставы ее и задействовали по первой части. То есть арестовали автомобиль до полной уплаты административных штрафов. Пришлось многократному нарушителю в прямом смысле слова собирать манатки. И на своих двоих отправляться копить деньги на прошивый выкуп из казны. Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий. Также напоминаю, что информацию об имеющихся неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения можно узнать на официальном сайте госавтоинспекции. Либо в личном кабинете портала госуслуги.